В Хостинском районе за чистотой следят всегда тщательно. Сегодня на улице 20-й горно-стрелковой дивизии десант и сотрудников районной администрации. Приводят территорию в порядок. Мы уделяем большое внимание санитарным состоянием территории Хостинского района, ну и как бы всем городам. В данном случае сегодня мы просто сейчас прошли для того, чтобы здесь еще раз убедиться, что у нас все здесь в порядке. Ну и какие-то есть недочетные замечания, которые сейчас выявлены. Мы сейчас их устраняем. Но это спальный район, где и сами жители стараются следить за порядком около своих дворов. А это парк имени Фрунзе, где гуляют и местные жители, и гости курорта, которых с каждым днем становится больше. Люди стараются сейчас ехать не за границу, а на наши курорты, на российские. Поэтому мы, естественно, не можем ударить грязь лицом, поэтому сами видите, да, подготовку идем полным ходом, подкашиваемся, подкрашиваемся, ну, чтобы выглядеть на достойном уровне. Тем более сейчас в преддверии саммита России ОСЕАН, ну, сами понимаете, ответственность вдвойне. После каждого дождя есть опавшие листва, ветки. В курортном парке, кроме того, что постоянно проводится уборка, сегодня подстригали газоны, мыли плафоны уличных фонарей, очищали от старой краски опоры и наносили новую. Подкрашивали и лавочки. Все для того, чтобы парк, основанный еще в 1899 году и где расположен сочинский летний театр, был чистым и привлекательным. Пока город готовится к массовому заезду туристов, здесь, на берегу моря, отдыхающих легко распознать. Конечно, в мае море недостаточно теплое, но солнечные ванны и морской воздух вполне комфортные. Мужу Марии Румянцевой из Ярославля друзья подарили путевку. Раньше супруги ездили исключительно за границу. И вот впервые в Сочи. Пять дней у нас получилось. Первое впечатление – это, конечно, погода вчера, но что меня поразило – очень чисто. Очень, как вам сказать, все в зелени утопает. Это очень радует. Кроме тех, кто в летнее время выбирает Сочи из-за моря, в город приезжает большое количество деловых туристов. Сейчас, например, курорт встречает участников 20-го юбилейного саммита России ОСЕАН.